Всем привет! Это проект Другая Кухня, и с вами я, Александр. Друзья, хочу вас порадовать и удивить. Сегодня будет замечательный маковый пирог. Он такой красивый, что мне дома пообещали, что если у меня получится так же, меня расцелуют. Так что буду стараться. Начнем, друзья, с теста. Для него нам понадобится муки 520 граммов, 60 граммов пшеничного крахмала, пару яиц, сахар столовая ложка, 2 чайные ложки дрожжей, пол чайной ложки соли и жидкости, 250 миллилитров теплого молока и 100 миллилитров растительного масла. В молоко отправляем дрожжи, сахар и ложечку муки. Перемешиваем и даем постоять буквально минут 5. Пускай дрожжи активизируются и заработают. Беру чашку побольше, высыпаю сюда всю муку. Ну не всю, оставлю немного, будем замешивать тесто и посмотрим, если надо, подсыпем. Сюда же крахмал. Ух ты! И вот так вот все перемешиваем, чтобы все распределилось у нас равномерно. Соль. Яйца я разбил и один желточек убрал в сторонку, он нам пригодится. Оп! И здесь очень просто. Берем опару, видели как шапочка взялась? Дрожжи хорошие, работают. Все до капельки. Два белка желток и растительное масло. Замешиваем тесто. Вымешиваем на столе минут 7-8, чтобы получить вот такое эластичное тесто. Муки осталось у меня, ну вот столовая ложка, не стал я досыпать, чую, достаточно. Теперь округлили, убираем в чашку, накрываем пленкой и в теплое место, до увеличения в объеме в два раза. По времени будем смотреть, но около часа. Друзья, смотрите как тесто шикарно подошло! Вообще великолепно! Еще нам понадобится мак, у меня здесь 100 грамм. Вау! И шепчет, и шепчет, тесто отличное. Все, отвлекся. Еще нам понадобится мак, 100 граммов сахара, 3 столовые ложки мягкого сливочного масла, грамм 60. Ну и, конечно же, желточек, который мы с вами оставляли. Слегка обомнем, буквально вот так вот, любя, нежно, обкатали. Ух ты! И раскатываем в прямоугольный пласт. Стол ничем не присыпаем, тесто отличное. Вот такой пласт получился, где-то, наверное, 50 на 30, друзья. Теперь берем маслица, я вам говорил, оно мягенькое, сливочное. И очень вкусное, кстати. И вот так вот все промазываем. Друзья, вот смотрите, пока раскатывал, Сделал еще в блендере маковую начинку с сахаром, чтобы не тратить ваше время. Ну и получилось здорово, прям маковая начинка готовая. Кстати, они, по-моему, сейчас чаще всего в таком виде и продается. Теперь обильно каждый уголочек, каждый кусочек присыпали, выровняли. Ух, какая вкусноте! Ну и, как понимаете, теперь скатываем вот такой вот рулетик. Ух ты! Ну отлично получилось! Как вам вообще, игрушечка, да? Мне очень нравится с тестом возиться, ну и потом то, что получается пробовать. О! Красотень! И теперь, друзья, нарезаем вот шайбочки сантиметра по два. Вот такие они у нас. Уже хороши, уже замечательные. Сколько получится, сейчас посчитаю. У меня получилось 24 штучки, вот такие шайбочки. Теперь берем форма подготовленная. 26 сантиметров в диаметре. И начинаем выкладывать. Раз! Первый вот так пошел. Потом старайтесь округлять. И вот этим вот шовчиком давайте вниз. Вот так. О! И теперь все по диагонали вот так вот выставляем. Вот по диагонали, по кругу, друзья. Вот так у меня уже получилось. Мне очень нравится. Теперь осталось у меня 6 штучек. Выкладываем их в центр. Тоже стараемся сделать это аккуратненько и как можно красивее. Сейчас мы изобразим. Накрою пленкой и дам расстояться минут 10-15 в теплом месте, друзья. У нас на другой кухне и тепло, и душевно, и очень хорошо. Вот так подошло. Отлично. Теперь добрались и до желточка. Немного, ну столовую ложку молока добавил. И теперь аккуратненько смазываем. Стараемся зацепить везде тесто. Духовка разогрета на 180 градусов. При этой температуре и будем выпекать. Ставим в разогретую духовку минут на 40. Друзья, вот такое маковое солнце у нас получилось. Обалденный, ароматный. Невероятно. Сейчас я его достану, хорошо отходит от стеночек. Достану и дам немного остыть на решетке. Немного, так что не переключайтесь. Долгожданный момент, друзья. Чайник закипел, все хотят пить чай. И пирог как раз остыл. Надо пробовать. Ох! Все пропеклось. Начинка на месте. Осталось только откусить и попробовать на вкус. Очень мягкий. Запекся только сверху, вот корочка. Внутри прям нежно-нежно все. И очень маково, вот так скажу. Ух! Великолепный пирог. Единственное, мне как сладкоежке, немного не хватает сладости. Я бы этот пирог, что я сейчас и сделаю, пока мои будут наливать чаю, сварю немного сиропа. И прям вот сверху-сверху вот так слегка это все дело украшу. А вы готовьте и определяйтесь на свой вкус. По мне так пирог просто бомба. Шикарный, классный и вообще вот такой вот впечатляющий. Мне так кажется. Рад был с вами приготовить еще один замечательный рецепт. Красивый, вкусный и простой. На нашей другой кухне. Всего доброго, пока, до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова